всем привет друзья побывал я тут на довольно странной выставке где представлены бюсты правителей руси россии так вот и задумался я глядя на эти бюсты а ведь была же единая цивилизация потому что то что я вижу там каких-то римских правителей а может быть даже индийских правителей и одежда и головные уборы у них довольно странные например все в каких-то тиарах очень похожих на те что мы видим например у индийских правителей или героев эпоса например рамаяна или махабхарата почему-то везде одно и то же так может быть цивилизация была единая так может быть и правители были едины а мы ничего этого не знаю давайте посмотрим что я там увидел будет очень интересно например как вы думаете это правитель римской империи или кто-то другой и почему герои наших эпосов и сказок так поразительно похоже на героев эпосов индийских сказок мифов и сказаний вот это интересно а вот это интересно всем привет друзья недалеко от метро китай-города к верхнему входу выхода в метро вот такая выставка было написано музей военной истории если это он то это очень странно потому что в чем же тут история то просто бюсты стоят на полуколоннах вернее это не полуколонна просто обрезок колонны чуть такое пирамида поставили российское военно-историческое общество крайне гранит гранитная пирамида гранитное основание это зеленый гранит странно и вот эти бюсты сами знаете тут иван калита типа все цари а это кто ты кто рюрик рурик олег ольга владимир да или кто а святослав игоревич слав владимирович мудрый ведь какой равносторонний крест а где у него просто крест восьмиконечный почему них такие шапки интересно посмотрите вот кто их изображал таких владимир вселудович мономах напоминаю года вот это одиннадцатый двенадцатый века вот смотрите это же тиара как у епископа вот видите здесь тиара ольга мудрая десятый век тоже на цепочке ровносторонний крест мальтийский тоже тиара это иван калита ведические знаки на нем дмитрий иванович донской тот самый дмитрий донской какие-то на нем украшения так дальше василий васильевич темный почему его темные назвали никто не задумался над настоящим смыслом почему темный то иван третий смотрите на одно лицо василий темный как под копирку иван третий и практически под ту же копирку василий третий дальше идет иван четвертый грозный опять в тиаре и чё украшение видите граненые камни поправе как-то странно тоже как епископ выглядит но здесь лицо уже другое сделали дальше идет вот такой с виду как иван царевич из сказки это фёдор иванович прям такой сказочный иван царевич еще стрелу с луком и лягушку рядом борис фёдорович гудунов тоже шапочки интересны и крест опять равносторонний мальтийский ну разновидность михаил фёдорович тоже ведь крест какой алексей михалов тишайший это уже ведь их когда 17 век ки них интересно у всех главный убор то прям как у индийских правителей это софия алексеевна тоже ведь их интересно у нее шапочка и все же вернемся к рюрику потому что здесь ветер был надо заново заснять посмотрите может быть одет как римский воин абсолютно вот он шлем коммуникатор наверху гребень из ворса из какого-нибудь куча кристаллов граненых рюрик крест видите какой из камней прям как женское украшение но мужиков тоже такие были на картинах еще один римский воин олег дальше ольга в тиаре как у римского епископа с равносторонним крестом святослав игоревич тоже интересная корона у него с крестом наверху здесь без креста владимир скажите в чем отличие лицо то одно и то же святослав владимир копирка ярослав то же самое ну здесь уже немного другое это владимир силу силу селудович мономах напоминаю года тоже тиара и там тоже все шлемы разные чем владимир мономах отличается от ивана грозного посмотрите владимир мономах а это иван грозный тоже в тиаре в тиаре вот видите иван четвертый смотрим это владимир мономах дальше в рыбе чешуе юрий долгорукий здесь другое лицо уже сделали другое лицо чуть заволнистые узоры волновая защита шлем это как вот как купол усиление здесь тоже купол сверху креста нет сверху шарик это андрей юрьевич боголюбский немного другие рисунки все вот юрьевич большое гнездо другое совсем лицо года александр невский что ли тоже эти какие здесь узор здесь я уже смотрел это софья еще одна пирамидка вот с той стороны пирамидка и с этой что это вот они тут делают это для чего они в такой тандеме так это кто петр алексеевич ну это понятно ладно тоже видели ведь его как как юлии цезарь что ли одели как римского полководца полководца даже венок лавровый анны иоанновна елизавета петровна вот сейчас странно какое-то у нее лицо смотрите у них носы то ровные римские вот особенно здесь видите профиль то римский это анны иоанновна у петра тоже сделали римский петр третий екатерина вторая здесь уже нос а тоже ровный павел первый александр первый николай первый ну здесь уже лица вроде бы как разные александр второй здесь уже конкретно мальтийский крест много где александр третий тоже крест мальтийские от него идут провода к ипполету на ленина похож ну и николай второй они как-то один в один с александром третьим вообще просто дальше идем ну я не по порядку как видите львов кто такой львов понятно львов керенский был такой был в этой усадьбе жил с 1905 по 1918 год николай иванович гучков известный предприниматель общественный деятель московской городской глава голова ленин сталин иосиф сталин нормальный вроде его изобразили хрущев хрущев наверно все знают ну дальше уже знаете всех брежнев брежнева как-то не не похоже изобразили вообще просто андропов андропов похож черненко знаете такого горбачева да ну вот он ну не очень похоже не очень ельцина получше изобразили вроде похож сам на себя ельцин это скульптура от имени автора дронов тугаринов миличенко цигаль я так понимаю что это от них что ли все или это другое в общем друзья вот такая вот здесь петрушка педестал у них камень связь землей проводник а это бронза бронзовые все такое тоже сами понимаете хорошие контакты бронза тоже применяется в электротехнике так что схему придумали электросхема здесь очень хорошая но это как версия опять же моя версия а вы уж воспринимать как хотите вот вы вместе со мной погуляли по этому музею тот ли это исторический музей не знаю наверное это он представлены все правители руси руси россии и сейчас вот ссср и россии то есть сейчас надеюсь вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии до новых видео и всем добра вот такие вот они наши есть такой ученый чудинов валерий алексеевич он утверждает что царство и всем добра есть такой ученый чудинов валерий алексеевич он утверждает что царство рюрика было по всей земле и вообще русь была русь рюрика и маги были и храмы посвящены русь была на всем земном шаре и этому постоянно находится подтверждение лично сам могу это сказать и подтвердить так что друзья думаем изучаем дальше наше прошлое и наша история гораздо богаче и вы как будет за